Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. Вы на моем канале. Рада приветствовать вас. Вы с клиническим психологом, блогером. Сегодня будете прорабатывать тему взаимоотношений с родителями. Почему вы это можете сделать в прямом эфире? Потому что вам досталась уникальная возможность просмотреть это видео, поставить лайк, подписаться и задать свои вопросы. Как у вас, друзья, проходят взаимоотношения? Чего вы лишаетесь? Чего вам не хватает? И как вы можете улучшить эти взаимоотношения и увидеть себя в этой системе по-другому? Ведь каждый уникальный ребенок в любом возрасте иногда чувствует, что что-то было не так вот тогда, но неосознанно делает ошибки уже в настоящем. И именно так и начинается твоя история. Отслеживай. Сейчас я буду погружать прямо здесь тебя в события твоей жизни. И ты можешь наблюдать, как ты себя чувствовал вот тогда, как ты ощущал свою ситуацию, и как тебе было тогда в моменты переживания каких-то состояний. Сегодня я даю тебе возможность прожить, изменить и вернуться в состояние, в котором ты сейчас пребываешь, уже разрешенным, уже довольным и уже счастливым. Прямо сейчас вспоминай. Положи руку на грудь и вспомни себя в возрасте одного года. Вот ты только родился. Вот прямо сейчас что-то с тобой происходит. И рядом кто-то есть. Возможно, это твоя мама. Как тебе там, когда ты, друг, появился? Какие у тебя проблемы? Какое у тебя познание? Какие у тебя чувства? Что ты там ощущаешь? Хорошо ли тебе? Поехали дальше. Отслеживай. Ступенька номер два. Это твое взросление. Ты идешь в садик. Возможно, ты находишься дома с бабушкой, с дедушкой. Три, четыре, пять, шесть. Все это твой возраст, который приводит тебя в состояние равновесия. Там. Что с тобой происходило? Кто с тобой рядом был? Какие люди? Какие события? Всего ли тебе хватало? Тепла, поддержки, заботы, внимания? Ощущения комфорта? Ощущения свободы? Всего ли тебе там хватало? Была ли у тебя возможность реализовывать свой потенциал? Любили ли тебя настолько, насколько бы тебе это хотелось? Да. Ощути себя до конца. Какой ты там? Счастливый? Идем дальше. Семь, восемь, девять. Ты в школе. Как тебе там? Что с тобой происходит? Какие друзья у тебя появляются? Какие интересы? Принимает ли тебя там мир? Положи руку на грудь и спроси у себя, хорошо ли я себя там чувствую? Все ли я себе даю? Нравится ли мне там? Если там что-то не так, то понаблюдай за этим. Понаблюдай за этим, как за каким-то приходящим симптомом в твою жизнь. И отпускай. Переходим дальше. Ты взрослеешь. Появляются интересы, стремления, желания. Ты постоянно меняешься. И, возможно, ты пытаешься соответствовать. Возможно, у тебя появляются друзья. Возможно, у тебя появляются какие-то кумиры. А, возможно, ты сам идеал для других. Понаблюдай за этим периодом и вспомни, давали ли тебе ту любовь, поддержку, заботу, все, что тебе было нужно тогда. Если да, то здорово. Поехали дальше. Если нет, понаблюдай, поблагодари и увидь, что было не так. Где хотелось больше? От кого хотелось больше? Прости себя за тот период, где ты был маленький, и ты не знал, что тебе делать. Идем дальше. 10, 11, 12, 13. Все ли у тебя там хорошо? Идеален ли ты? Или ты хочешь таким казаться? Многие приходят с запросом об идеальности, но формат твоей уникальности – это другое. Посмотри там на себя, счастлив ли ты, чем ты занимаешься, какие интересы. Есть ли события, которые заставляют тебя плохо себя чувствовать? Что это? Кто это? Почему это так? Что мешает? Кто мешает? А может, это все твое? Поехали дальше. Не переключайся. 13, 14, 15, 16. Есть ли любовь? Где ты? Кто ты? Чем ты занимаешься? Больно ли тебе там? Тревожно? А может быть, ты в лагере? А может быть, где ты там? А родители? Что с ними? Дают они тебе все, что нужно? Если это все по-настоящему, то оцени это на пятерочку. Сегодня я прошу тебя задать себе глобальные вопросы. могу ли я делать что-то большее, чем я уже имею, чем я могу иметь? Могу ли я принять весь тот опыт из прошлого? Поехали опять в прошлое. 16, 17, 18, 19, 20. 20, тебе уже 20. Посмотри тот период и вспомни все моменты проживания горе, тревоги, тоски, внутреннего одиночества, всех тех состояний базовых, которые тебе дала природа. И ты, возможно, справлялся сам. Возможно, ты где-то ошибался при помощи еды, при помощи каких-то слабых наркотиков. Может быть, это были сигареты. Может, это были отвлечения. Может, это были встречи. И где-то там, где-то там была ошибка. А ошибка ошибкой называется. Твое мышление, оценка его. Поехали дальше. 22, 23, 24, 25. Идем дальше, вглубь. Проживай. Встречи, замужество, вступление в студенчество, окончание студенчества, работа. Проживай, просматривай. Хорошо ли тебе было там? Чего не хватало? Где ты там, настоящий? От чего было больно? Если от чего-то было больно, поблагодари этот опыт, положи руку и скажи, я самый уникальный, самый нужный и самый важный человек в своей жизни. И я в состоянии все это принять, решить и поехать дальше, в свою настоящую жизнь. Я приглашаю тебя, прям настроение еще лучше стало, в твою взрослость. Посмотри, просмотри тот возраст и поставь точку на том, в котором ты сейчас. просмотри его и скажи себе, я действительно молодец. Все события, что были в моей...